Правительство региона возьмет на себя расходы граждан на электроэнергию в тех домах, где сейчас идет просушка помещений электроприборами. По словам губернатора, правительство покроет все расходы в период с 12 августа по 1 сентября этого года. Детали уже обсудили с представителями ДЭК, они подготовили все необходимые расчеты. Мы делали расчет, что будут пользоваться электроприборами для осушения, пушками тепловыми. Точно рассчитать очень сложно. Кто-то будет пользоваться 5 часов, кто-то 10 часов, кто-то 24 часа. Поэтому вычислили среднее электропотребление, подготовим суммы точные, которые нужно будет компенсировать. Я думаю, что завтра суммы эти будут готовы. Также соцслужбы края начинают выплату средств материальной помощи гражданам в связи с утратой имущества. По Сурисскому городскому округу, Михайловскому и Октябрьскому округам поступило более 13 тысяч заявлений. По данным районам принято 167 положительных решений. Выплаты гражданам уже начались. Заявления обрабатываются сразу, как только поступают заключения комиссии. И по заключению комиссии отделение принимает решение. Если полная утрата 100 тысяч на человека выплачивается, частичная утрата имущества 50 и единовременная выплата 10 тысяч рублей. Все это выплаты на каждого человека. В основном по Сурисскому это 100 тысяч, потому что полная утрата, люди пострадали очень серьезно. То есть и 10 тысяч единовременная, по 110 тысяч. Приморских предпринимателей, пострадавших от наводнения, также поддержат выплатами и льготами. Порядка 200 компаний подали заявление на оказание тех или иных мер поддержки. Комиссия муниципального образования в Уссурийском городском округе уже 100 предпринимателей прошла, просмотрела. Определилось о том, что там действительно были пострадавшие, там действительно бизнес понес существенные потери. В Приморье оперативно принимают ряд новых мер поддержки. Например, микрозайм сроком до трех лет и в размере до миллиона рублей по ставке 1% в первый год. Во второй и третий годы 3% для моногородов и 5% для остальных территорий. Рассматривается увеличение максимальной суммы займа по данному виду кредитования до 3 миллионов рублей. Также гарантийный фонд дополнительно снизит сумму комиссии для пострадавших предпринимателей до минимально возможной ставки 0,1%. Также будут единовременные выплаты. Тем, кого работают до 5 человек, до 500 тысяч, более 500 тысяч, до миллиона, это так называемые затраты. Это вопросы, связанные с занятостью, там до 31 тысячи на каждого человека, который потерял работу в силу чрезвычайной ситуации, и плюс еще 10 тысяч. Также еще одна мера поддержки, по его словам, связана с удешевлением электроэнергии для предпринимателей, пострадавших от ЧАЭС. Кроме того, прорабатывается возможность уменьшения налогов на землю и на имущество. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.